Привет! Это эпизод из первого сезона подкаста «Отвечают сирийские мистики». Он выходил в 2020 году. Сейчас выходит второй сезон подкаста, который доступен в приложении Радио Арзамас только по подписке. Для самых преданных слушателей сирийских мистиков у нас есть хорошая новость. Первые 300 человек могут получить подписку со скидкой. Для этого нужно перейти по ссылке arzamas.academy.com и ввести промокод ISAAC. Максим Калинин, к сожалению, не пришел на эту запись, поэтому сегодня мы ведем ее вместе с Йохананом Барпенкай. Йоханан, расскажите о своем отношении к Егору Литву. Йоханан? Йоханан? Ах, Йоханан, Йоханан. Привет, это Филипп Дзитко, главный редактор «Арзамас». Привет, это Максим Калинин, шеф-редактор проекта «Познание», руководитель семинара по сирийским мистикам, организованного в лаборатории ненужных вещей. Вы слушаете подкаст, в котором мы рассказываем о нескольких десятках необыкновенных людей. Они жили на территории нынешней Турции, Сирии, Ирака, а Ирак тогда был христианской страной, в некотором смысле слова. Ну, скажем так, до арабов, это была вот часть Сассанитской империи, официальная религия была зероастризм, но это был регион с огромным количеством христиан, да, с очень сильным христианским присутствием, скажем так. И главное, что для нас важно, это были необыкновенные мудрецы. Мы знаем, что они отвечали на вопросы, которые задаем себе и мы спустя примерно тысячу лет. Ну да, я не сказал, когда все это происходило. Шестой, седьмой, восьмой, девятый. Седьмой, восьмой – это расцвет. Вот. Это апогей, да. Там мы скоро и окажемся. Мы всякий раз советуем быть осторожными при использовании опыта сирийских мистиков в своей повседневной жизни, хотя я, честно говоря, совершенно неосторожно его использую, и мне это помогает. Но это ни в коем случае не психологический подкаст, просто если бы вы видели нас сейчас с Максимом, никаких сомнений у вас бы не осталось в этом. Мы скорее рассказываем о философии, мировоззрении и культуре удивительных людей, живших больше тысячи лет тому назад. Когда Филипп вы говорите при использовании опыта, я думаю, какие бы яркие примеры привести, кроме травы у гробов. И вспомнил, как Иосиф Хазаев советует проводить ночь. Он говорит, дели ночь на три части. Одну часть молись, другую часть читай, а третью часть занимайся рукоделием. То есть он даже как-то не поднимает вопрос, когда спать. Это помните у Грибинщикова? Да, я слыхал о людях, что спят по ночам. Ты можешь смеяться, клянусь, я читал это сам. Это тот, мне кажется, абсолютно адекватный для современного человека. Впрочем, к делу. К делу. Сегодня мы говорим о слове, которое мне, честно говоря, не очень нравится, как звучит, но за ним стоит что-то очень большое. Ресурс. Максим, почему мы говорим о ресурсе? Потому что мы говорим... Не ожидали такого вопроса? Потому что, если пересесть на человеческий язык, то проблема отсутствия вдохновения, нехватки сил, вообще мысли, как жить, откуда черпать для этого энергию, она перед всеми стоит. Слово ресурс я не до конца понимаю, то есть его терминологическая наполненность. Мои коллеги-филологи обычно страшные ригористы и плюются, когда слышат какие-то неологизмы, но мне это кажется, ну, с точки зрения моего профанного взгляда, оно, мне кажется, очень ёмким. Потому что ресурс – это и наличие времени, и наличие сил, и наличие вдохновения. И я как-то адекватного русского слова или устоявшегося заимствованного слова, которое бы всё это охватило, не могу подобрать. То есть мы будем говорить, откуда брать силы, чтобы жить в нашей непростой действительности. Прекрасный план. Как жили наши с вами герои? Это вы скажете «отцы», как они сами, они любили этот термин использовать. Про «отцы». Да. Вот мне коллега, священник из Минска, который занимается переводами с сирийского, говорит психотерапевт, с которым я разговаривал на эту тему, удивлялся, как они не выгорали. То есть их жизнь была очень однообразной. Если это монастырская жизнь, то это одни и те же лица, одни и те же занятия, страшная рутина. То есть это очень строгий круг богослужений, а за пределами богослужений тоже ты делаешь одно и то же. Там они могли заниматься рукоделием, плести корзины, например, потому что считалось, что это избавляет от уныния. Там они могли переписывать книги, читать книги. То есть, в общем-то, не было внешних впечатлений. Если только арабов, которые там своими походами завоевательными туда приходили считать впечатлениями, в остальном всё было очень... Ну да, на третий раз уже не удивляешься. Да. Либо они жили в полном уединении. А можете нарисовать картину? Это как? Ты сидишь в пещере, ты сидишь в пустыне. Домик, да, домик в окружении. Я в Турабди не видел вот такие вот пустынные места, которые можно было сравнить с теми пустынями, где жили эти мистики. Ну, то есть, либо это холмы, их горами не назовёшь, в смысле слова, с редкой растительностью, с редкими деревьями. Такие вот полулысые, невысокие горы. Либо это степень. То есть, растительности мало. Ну, судя по всему, это были хижины какие-то, действительно вот маленькие там одноэтажные строения, которые они себе возводили. И в которые ты находишься, имея возможность запереть дверь, чтобы защититься от диких зверей, потому что это было опасно к тому же. Ну, то есть, однообразный, не самый обаятельный, не самый красивый. И каждое утро ты присыпаешься, смотря на... На пустыню. То есть, минимум впечатлений. Да, это именно пустыня. Они это слово постоянно говорят и с акселем призывают полюбить пустыню. То есть, это крайне скудный ландшафт. И вот удивляло это психотерапевта, что помогало им не выгореть. Давайте попробуем представить себе один день сирийского мистика. Ну, представьте, что вы находитесь в полном одиночестве. Допустим, вы заперты в своей квартире на неделю. Но при этом у вас нет интернета, и у вас нет книг. Ну, и бумаги ограниченное количество. Домашний арест. Ну, да. Без внешних средств связи, без сотовой связи, без интернета. Что вы будете делать в этой ситуации? То есть, в общем-то, вот так можно представить себе те обстоятельства, в которых они находились. У Иосифа Хазаи мы в его послании о трех степенях монашеской жизни можем прочитать, как он советует организовывать свой день. Ранний подъем, определенное количество поклонов перед крестом, определенное количество молитв, чтение библейского текста. То есть, строго говоря, Иосиф описывает одну основную книгу, которую нужно было читать. И, наверное, для современного читателя, особенно гуманитария, это тоже звучит несколько депрессивно. Когда у тебя есть одна книга, подразумевая, что ты в ней найдешь ответ на все вопросы. То есть, в общем-то, день длился в чередовании чтения молитв, чтения библейского текста и чего-то, что нужно было делать своими руками, чтобы не заснуть или не впасть в уныние. Вот, как я сказал, это могло быть плетение корзин. То есть, вот такой среднеэстетический день, это не будет каких-то жареных историй, похожих на мочу под дверями кельи. Вот там, где люди живут вместе, одни и те же, там уже разгораются страсти. Это касается общежительных монастырей. Там могут тебя выкинуть на пастбище на носилках с погребальными песнопениями. Там тебя могут прямо во время службы выгнать из церкви за то, что ты слишком строгий настоятель. Такие истории мы знаем, всевозможные. Все до своей плюсы, я понял. И при этом, таким образом, эти люди живут на протяжении года, двух, трех, на протяжении десятилетий. Как этого удается? Они сами понимают эту проблему? Проблема выгорания стоит перед сирийскими мистиками? Она стоит, безусловно. У Исаака Селина есть трактат, который называется «О густом мраке». Мне очень нравится слово. Есть слово «эмтана», которое в библейском, арамейском означает что-то кошмарное, чудовищное, а в сирийском оно означает именно такую плотную, непроницаемую тьму. И он говорит, что этот густой мрак наваливается иногда на монаха. Он описывает это как неизбежное состояние, неизбежное чередование. Но об этом пока я несколько позже поговорить, а сейчас, собственно, сказать, ради чего они все это делали. Да, зачем? Они любили вспоминать историю с жемчужиной. Иисус сравнивал похожий поиск с купцом, который все продает, покупает поле, а в этом поле эту жемчужину находит. То есть подразумевает, что это нечто простое, неприметное, но внутри оказывается что-то важное. И вот у Исаака Селина есть рассуждение, что бывает такое состояние, когда мистику предлагаются все царства мира, и он это умеет ни во что от того состояния, которое он переживает. То есть явно они находили нечто, что их вдохновляло. Иосиф Хазая сравнивает, он приводит такой образ, земля, из которой был сделан Адам, была для него одновременно матерью и источником пищи для него. И он говорит, и вот то состояние, которое мистик достигает, оно тоже становится для него матерью, потому что он чувствует перерождение. И одновременно источником поддержки, в которой он существует. Причем более того, у мистиков мы можем часто найти описание, что состояние радости, которое они переживали, было настолько велико, что они забывали про еду. И Андальяцкий пишет в своем письме, как он вышел из своей избушки среди пустыни и вернулся туда только на третий день. То есть он не помнил, где он находился, от того преизбытка радости, который его охватил. Да, вот когда вы говорите «земля», это буквально в смысле слова, если говорить про жителей России, это «чернозем». Вот если говорить про землю, то мне еще как-то шокировало даже, когда я только начинал переводить тексты сирийских мистиков, что они говорят, и Иосиф Хазай описывает даже, что бывает, что человек настолько забывает самого себя, что он начинает есть землю, и она кажется ему слаще меда. А на истории Нухадерский, помните, мы рассказывали про монах, который написал отречение от своего учителя, чтобы получить епархию. Вот у него есть текст, когда он еще идет по следам своего учителя, и он повторяет многие слова Иосифа, и тоже описывает, что вот в этом состоянии, если возможно, вот это меня поразило, если возможно, ты даже ешь землю, и она кажется тебе слаще меда. Так что земля в самых разных смыслах. Да, этот опыт явно не стоит использовать. Вот, это тоже то, что мы не рекоменуем повторять за сирийским мистиками, не доводить себя до состояния, когда нам хочется есть землю. Земля это была не такая плодородная, как среднерусский чернозем, но, повторюсь, для них это было скорее выражением крайней степени, ну, не знаю, если на вас накатилось страшное счастье, вы можете сплясать, наверное, на столе в редакции, я могу себе такое представить, что я это сделаю. Для них поедание земли это было просто метафорой крайнего безумия от того, что человек чувствует, что все сошлось у него, что он обрел свою цельность, что он счастлив. То есть это предел восторга. На самом деле, да, это предел восторга, и восторг может принять такие формы, что тот, кто не разделяет этого восторга, их не поймет. Поэтому Кедаин Дальяцкий в одной из своих бесед описывает, он описывает одного монаха, который выражал свое счастье такими словами, и он дальше говорит, если я их приведу, то посвященные меня осудят, а не посвященные решат, что я сошел с ума. Поэтому он их не приводит. И мне кажется, что любой, кто был по-настоящему счастлив, может понять, о чем идет речь. Абсолютно. Но в редакции «Вои права» у нас регулярно, ну, каждый, ну, два раза в неделю обязательно кто-нибудь залезает на стол. Впрочем, не только из-за состояния восторга. Этот источник силы, который в себе открывает мистик, он поддерживает его и даже заменяет ему его обычную еду, что побуждает Исаака Серина говорить, что в этом состоянии нельзя находиться долго, иначе ты просто умрешь. А в земной жизни ты должен состояние пережить в качестве залога будущего. Так вот, чтобы описать, собственно, к чему они стремились и что это было за источник энергии, нужно вернуться к схеме пяти созерцаний, которые мы проговаривали с вами. О том, что на первом этапе достигается сосредоточенность мыслей, и она достигается не усилием воли, не тем, что ты крячешься и стараешься не думать о белом медведе, а тем, что ты учишься так смотреть на мир и так смотреть на тексты, ну, для них это библейские тексты в первую очередь, что ты влюбляешься в них и испытываешь восторг, который останавливает тебе это движение мыслей. Ты избавляешься от раздробленности свое сознание. На втором этапе они говорили, что они видят ангелов, но для нас важно, что они говорят, что на втором этапе человек достигает естественного состояния своей природы, когда он начинает видеть других людей такими, какие они есть. И от того, что он видит красоту внутреннюю каждого человека, он начинает испытывать любовь ко всем людям. Это третий, четвертый этап, когда человек созерцает, как они это описывали, суд божий и промысл божий, заботу божию. И, наконец, пятый этап – это созерцание божественного света. Это и есть то самое дно колодца, о котором мы говорили, потому что на самом деле это не подъем, это не лестница, а это, наоборот, спуск в дебри самого себя. Так вот, они исходят из того, что когда ты лезешь внутрь себя, ты находишь там не кучу дерьма, что можно было бы ожидать. Да, вот как-то задумываешься о том, что внутри себя, да, куча страхов. Ты, разгребя все это дерьмо, ты находишь сокровище, да, вот это не жемчужина на поле, я не знаю, а это золотая ваза на дне деревенского туалета, вот самого простого, вот на его дне, помните, Солжениц написано, как чекисты, искали секретные документы, перекопали весь огород и вычистили всю выгребную яму туалета, но ничего не нашли. А сирийские местики утверждают, что ты, в самом деле, как Солженицкий чекист, там, не знаю, или как Иоанн Дамаскин, которого тоже, когда он поступил в монастырь, заставили выгребать сортиры. Ты выгребешь в себе это и найдешь. И они утверждали, что нашли. И мне это напоминает песню Егора Лето про вечную весну. Это ровно про опытилийских мистиков. Остолетними с гробами библейских анекдотов, как счастливых православных и вражурливых католиков, покинутых окопов и горящих муравейников. Вечная весна в одиночной камере. Вот именно под библейскими анекдотами, под всякими преданиями, которые наросли на христианстве, странными ритуалами, под похотливыми православными католиками, монофизитами, нестырианами, прожорливыми теми и другими, под кучей конфессий, на которые христианство разделилось, вот на самом дне ты найдёшь вечную весну. Это про опытилийских мистиков. Расходит. Знаете, когда я узнал про Летова, впервые его услышал, я подумал, что это переуплощение Фёдора Мусуистийского. Как-то мне, естественно, пришло это в голову. Мне это ужасно близко, потому что одна из самых полезных вещей, которую я сделал за последние 25 лет, это строительство вместе с моим товарищем и соавтором этого подкаста, Алексеем Пономарёвым, небольшого сортира типа скворечник на руинах скифского и древнегреческого поселений в Крыму, куда мы поехали, чтобы заниматься археологическими раскопками, но первым нашим заданием было именно задание вырыть выгребную яму. В результате в тот год в этих раскопках я нашёл маленькую бусинку. Не помню, в том месте, где мы с Лёшей копали сортир. Древнегреческую? Абсолютно. Там интересно, потому что это место на берегу Чёрного моря, и там разные ребята хотели поселиться, поэтому там жили и скифы, и древние греки, и кто только не. Чья бусинка, похоже, всё-таки древнегреческая? Ну, по крайней мере, так нам сказали старшие товарищи. Знаете, если ещё говорить историю из монастырской жизни, то вспомни, вот при Ан-Дамаскина я упомянул, так и расскажу. Вот был такой великий, но византийский, православный, но живший на территории халифата, гимнограф 8 века, гимнограф у богослов, и Ан-Дамаскин. Да. По преданию, он пошёл в монастырь, в один из палестинских монастырей. Никто из монахов не хотел взять его себе в ученики. Ну, то есть, у него должен был быть духовный отец, но он был прославленный, автор гимнов и автор богословских трактатов. Никто не решался взять его в ученики себе, пока один старец не согласился. И он дал ему послушание, самое тяжёлое, которое только дамаскин мог себе вообразить. И это не чистка туалетов. Он ему запретил писать. Он запретил ему прикасаться к... Почему это тяжёлое испытание? Ну, потому что дамаскин был поэт, он был богослов, был философ. Он не мог не писать. Это была его потребность. Он запретил ему писать, что бы то ни было. Ему это было очень тяжело. Он держался, держался с большим трудом, пока к нему не пришёл монах, у которого умер родственник, и попросил его утешения. Попросил написать ему что-нибудь в утешении. И тогда дамаскин не выдержал, окончательно сломался, и он написал вот этот самый гимн «Кая житейская сладость, печали не причастна». Да, «Кая житейская сладость, печали не причастна», который сейчас на всех панихидах исполняется на отпевании. Но он очень красивый гимн в самом деле. «Кая житейская сладость, пребывает печали не причастна. Да, я ли слава стоит на земле не приложна, вся синий немощь не решат, и вся сонь не прелестнейша. То есть слава Богу, что дамаскин наслушался. Да, но за то, что он ослушался, этот самый старец заставил его выгрести все сортиры в этом монастыре. То есть всё-таки? Всё-таки. То есть он решил подвергнуть учителя церкви самому уничтоженному наказанию, и он дамаскин своими руками, которым писал каноны, он выгребал сортиры. Но гимн таки он написал, и в чинопоследование он вошёл. Кажется, мы сейчас подходим вплотную к ответу на вопрос, который мы задавали в самом начале про ресурс. То есть, если для дамаскина наказанием становится не писать, для него писать – это способ обретения этого ресурса, способ спасения. Да, безусловно. Вот знаете, там часто говорит про внутреннего критика, внутреннего ещё кого-то. Вот во мне есть два внутренних существа. Внутренний талиб, который бьёт меня прикладом по голове, когда я унываю, и внутренняя Лиза, соавтор нашего подкаста, которая время от времени троллит меня, когда я думаю о мистике, и задавит мне вопросы. И вот Лиза внутри меня говорит, что вы говорите, значит, вы говорите про пять этапов погружения, и что вы хотите заставить людей, которые, быть может, их богов не веруют, следовать всей этой мистической лабуде. А на это я говорю, что на самом деле есть совершенно… Это я, значит, внутренне отвечаю Лизе, что на это есть вполне практическое приложение. Вот, и при том, что для меня это не лабуда, для меня этот текст имеет большое значение. Но да, я отвечу, что если вы не принимаете во внимание опыт мистиков, то есть инвариант. Это творчество, которое они практиковали. Это безмолвники, которые написали тома о своём безмолвии. Это говорит не о том, что они не могли быть безмолвниками, они ими были, а о том, что они не могли не писать. И это люди, которые были очень поэтичными. Вот мой один коллега, он Иоанна Дальяцкого назвал колхозником. Почему? Говорят, что он абсолютно дикий, неотёсанный, богословский, неграмотный человек. Про Иоанна Дальяцкого действительно известно, что он мог прочесть только те книги, которые были в его приходской библиотеке. Вот он их все перечитал, но в целом он действительно был человеком неначитанным. Но его текст Роберт Бюлле, исследователь этой проблематики, называет апогеем сирийской мистики. И он пишет потрясающе красиво. Это поэт. Это колхозник, но это поэт-мистик. То есть они не могли не заниматься творчеством. Иосиф Хазайя написал больше, чем все сирийские мистики вместе взятые, судя по всему. Исаак Сирин, который по легенде был епископом Неневии, при том, что он как бы отказался от своей интеллигентной профессии епископа, он написал пять томов согласно одной традиции, семь томов согласно другой. И писал он много и сложно. То есть они все не могли не творить. Поэтому действительно, независимо от того, как внутренняя Лиза или кто бы то ни было оценит богословское содержание их творчества, очевидно, что само творчество было источником для них. Поэтому да, мы можем прийти отсюда к разговору о творчестве, как о ресурсе, который сирийские мистики тоже использовали. То есть, живя в окружении колючек, редко проходящих вооруженных арабов и других рутинных обстоятельств, то, что тебя спасает от этой рутины и то, что тебя заставляет продолжать двигаться день за днём к совершенствованию самого себя, к раскапыванию своего внутреннего колодца, и это творчество, в самом широком смысле слова. Я бы сказал даже чередование двух вещей, чередование восторга перед чужим творчеством и своё собственное творчество. Я бы сказал так, если переводить на человеческий язык то, что они говорили об отношении к библейским текстам и к другим, библейский текст, безусловно, красивый текст. Он вбирает в себя опыт многих поколений, при том, что библейский текст это и трэш, и фильм ужасов, и триллер, это текст, который меня поражает своей красотой. И вот они от этой красоты отталкивались, от восторга перед этой красотой. И перед природой, которая даже света пустыня, она прекрасна. То есть они умели восторгаться чужим и умели создавать своё. Вот мне кажется, секрет был в этом чередовании. Ребят, вы, конечно, извините, что я влезаю. Это всё замечательно. Природа, Бог, изумление, Библия. Но всё это немножко попахивает такой действительно мистической лабудой. А что делать простым смертным, который вот подстраивает записи, подкасты под грудное вскармливание и вообще живут какую-то другую реальность. Вы, наконец, слышите голос легендарной Лизы. Лиза перестаёт быть внутренней Лизой, останется внешней Лизой. Лиза не выдержала и прорвала четвёртую стену над нашей студией и спрашивает то, что по-настоящему волнует нас всех. Как жить в мире постоянно повторяющихся действий и не стухнуть? Да, вопросы к грудному вскармливанию не праздновали нас всех, потому что время записи подкаста полностью ориентировалось на жизнь Льва Николаевича, прекрасного сына нашей прекрасной Лизы. Но, действительно, я сейчас сижу и у меня мучает чувство вины, хотя не так давно мы говорили, как его преодолеть, что мы предлагаем два пути, но не путь жизни и путь смерти, как, значит, об этом говорится в Дедахиле, во второзаконии, а путь лабуды или путь общих слов. Значит, у нас с одной стороны есть пять созерцаний, и это специфическое учение сирийских мистиков, но которое можно принять, если ты имеешь соответствующую религиозную систему координат. А когда мы сказали, что мы будем делать в обезбоженном пространстве, то у нас остается творчество и восторг. И как бы без Исаака Сирина ясно, что творчество – это хорошо. Окей, все, что мы сейчас говорили, оно было немножко такой реконструкцией того, что у них была проблема эмоционального выгорания, отсутствия ресурса и всех этих модных словосочетаний психоаналитических. А конкретно писали ли они что-то об этой проблеме? Да, очень много писали. Я как раз упоминал сегодня про это слово о густом мраке. Сейчас, видимо, пришло время о нем поговорить. Самое время. То есть у них Исаак Сирин написывает, что вслед за периодами эйфории приходит ощущение похмелья. Но он так это не называет, хотя он любит слово опьянение, рауваюса по отношению к эйфории. После этого наступает время, когда человек глубоко подавлен. Причем, опять же, у монаха могло возникнуть чувство вины, что он сделал что-то не так, что он что-то не так там отвлекся, какой-то помысл себя принял. Он говорит, что ты не вини себя, это неизбежно, это нужно для того, чтобы ты почувствовал границы самого себя, границы собственной природы, что у тебя бывает полоса вдохновения, бывает полоса, когда ты теряешь этот ресурс, но потом ты можешь быть уверен в том, что эта полоса к тебе вернется. Мне это все напоминает ведьмину службу доставки, Миядзаки, где как раз с юной ведьмой случается ровно такой же период, и художница, там очень здорово у Миядзаки творчество сопоставляет с колдовством, говорят, что это являетно порядка, советует ей просто какое-то время привести в спокойствие, тишине, в одиночестве, там в созерцании природы, говорят, что потом это к ней вернется, когда будет к этому стиму. По сути дела Исаак Сирин говорит то же самое, что ты переживи этот период, самое главное не угнетай себя. С одной стороны, а Иосиф Хазаи описывает состояние начального монаха, который даже эту эйфорию еще не мог пережить, и который испытывает страшные приступы уныния. А что такое уныние для монаха? Да, ему нужно вычитать, там много разных псалмов, много разных молитв, и у него опускаются руки, ему влом это делать. Уныние, кстати, по-сирийски это «кута» от глагола «этката лех». Ему влом что-то делать. То есть «кута» это вломность буквально, когда тебе влом. Так вот, Иосиф Хазай говорит, «Бог...» Этому монаху он говорит молодому, который испытывает это состояние, он говорит, «Бог это кредитор, ты выплачиваешь ему кредит, и он ждет, что ты будешь выплачивать кредит регулярно». Но это очень специфический кредитор. Ему все равно заплачешь ты ему копейку, обол, или ты заплатишь ему талант. Ему не важно, сколько ты ему заплатишь. Важно, чтобы ты заплатил хоть сколько-нибудь, но делал это регулярно в соответствии с графиком выплаты кредита. И вот у них была практика читать молитву семь раз в день. Он говорит, читая ее семь раз в день, ты можешь не читать псалмов, ты можешь прочесть одну фразу. Он там вспоминает один псалом, самый короткий, из двух стихов он состоит. Ты можешь прочесть только его, но главное, следуй этой регулярности. И это поможет тебе преодолеть состояние уныния. И вот меня этот совет совершенно конкретный поразил когда-то. То есть как-то здесь есть много общего с пятикратной молитвой в исламе. В то же время здесь нету характерного для исламского учения намазе представления о том, что обязательно соблюсти полностью ритуал совершения намаза. То есть здесь может быть совершенно свобода в исполнении, но строгая регулярность. И мне кажется, у этого есть какое-то психофизиологическое объяснение, я так подозреваю, что его можно найти. То есть он говорит, что регулярное повторение некоего действия, осмысленного, оно поможет тебе в конце концов завести это колесо и дальше уже делать какие-то более существенные дела. И мне это как бы, не знаю, стоит ли говорить о личном опыте или нет, мне помогал этот принцип регулярности. Это первый момент, который говорит Отеф Хаза. И второй момент, он говорит, найди подходящую фразу, один эфоризм, один стих из Библии, который тебя будет поддерживать. Если тебе нужно, повторяй его неделю вместо всех молитв, повторяй его месяц, но найди именно то, что служит для тебя источником вдохновения. И вот, кстати, я это использовал в своей жизни даже еще до чтения Осипа Хазаи. Я заметил, что если мне, например, вот реально нет ресурса общаться с детьми. Я думаю, что мне нужно писать статью на какую-то тему, мне нужно сделать кучу дел по работе. И если я сформулировал какую-то фразу, какую-то новую мысль выразил в нескольких строчках, мне этого хватает потом на несколько часов общения с детьми. Или, например, я открываю клинопись новоассирийскую, я запоминаю, как пишется очередной клинописный знак, я это прокручиваю в голове, и все, я занят чем-то даже не творческим, а обучающим, и я могу играть с детьми уже с мыслью о том, что я не разрываюсь между самореализацией и общением с ребенком. Такой здоровый эгоизм, понятно. Да. Я хочу немножко внести больше бессмыслица в наш подкаст, потому что... И напомнить, что мы все-таки занимаемся не помощью кормящим матерям или кормящим отцам, а рассказываем про опыт, который по-прежнему все-таки не совсем наш опыт, и куда нам до психологов. Да, вот Лиза сказала про эгоизм. Сирийские мистики не писали о грудном вскармливании, или, скажем так, быть может, не очень много писали о грудном вскармливании, не в каждом своем трактате, но у них есть мысль важная, которая часто шокирует и христианских читателей, но которая, мне кажется, совершенно необходима матерям, которые кормят своих детей. Эту мысль я обозначил бы как сакральный эгоизм, а именно мистики большое значение передают одиночеству человека, его необщению с родственниками. И вот когда я читал такого греческого автора, который сравним сирийским мистиком по самосодержанию, Семенова Богослова, меня поразило, что он говорит, что ближний твой, который должен возлюбить, это в первую очередь твоя душа. Меня шокировало, как он переменил эту мысль Иисуса изначальную. Но вот если говорить о материнстве, о состоянии, когда у тебя должен найти ресурс на другого человека, то вот здесь этот эгоизм мистиков может хорошо сработать. Иосиф Хазаи говорит, ты не можешь передать ресурс, но он говорит о сокровищах отца твоего небесного, другому человеку, если у тебя самого их нет. И он совершенно парадоксальным образом излагает притчу о менеджере-обманчике. Знаете, такая притча в Евангелии от Луки, 16 глава? Она называется «О неправедном управителе», но по сути дела это жулик, менеджер, которому, значит, его хозяин решил его уволить за то, что время от времени подворовывал у него. И менеджер зовет всех должников своего хозяина и говорит, сколько ты ему должен там? Должен ему столько-то. Бери расписку, садись, давай переделаем, что ты должен был в два раза меньше. И он с несколькими должниками хозяина встречается и просто подделывает все их документы, чтобы они потом его по дружбе за это их благодеяние приняли на работу. А дальше Иисус говорит парадоксальную вещь и похвалил господин этого менеджера за то, что он догадливо поступил. Это самая загадочная притча Евангелия. Однозначного толкования ей нет. Иисус вообще любил парадоксы, но это самое парадоксальное. И попытки истолковать ее все время наталкиваются на какие-то подводные камни. А Иосиф Хазайя, и, кстати, он сам был, судя по его жизнеописанию, он сам был рабом-домоправителем в одно из своих рабств, его же перепродавали несколько раз, он был домоправителем. И он говорит, что эту притчу по-настоящему можно понять только мистику, потому что мистика – это как раз такой домоправитель, который другим людям дает неограниченное количество ресурсов, таская их из сокровищен своего отца. И он может это делать потому, что отец ему как сыну дал такое право. Переводя на человеческий язык, он говорит, ты не можешь дать ресурса другому человеку, если у тебя самого этого ресурса нет, вот то, что он обозначает как сокровищница отца. Переводя на язык отношений родителей с детьми, ты не можешь дать ничего своему ребенку, если у тебя нет ресурса внутри себя. Поэтому, простите опять за коучинг, но я же отец троих детей, имею право, хочу сказать, что творчество – это даже не право, а необходимая производственная обязанность любой молодой мамы. И я со своей стороны как отец. И папы, да. И мамы. Ну, папам-то легче обычно, папам обычно легче. Но вот сегодня мне придется сказать, дорогие мои коллеги, простите, я не приду на редколлегию, несмотря на нашу тяжелую повестку сегодняшнюю, потому что, я не скажу, наверное, почему я это сделаю, но сегодня моя жена должна поехать на курсы, которые она ездит обычно. Я понимаю, что если этого не случится, то всему дома наступит кирдык, потому что если у женщины нет творчества, то наступает уныние у нее, а потом у всех остальных. Поэтому для меня священный эгоизм сирийских мистиков – это конкретный призыв и императив к тому, как организовывать семейную жизнь. Все, коучинг закончен, прошу прощения. Журнал «Семья и школа» прекращает свою работу. Вы слушали подкаст «Отвечают сирийские мистики». Его делали звукрежиссер и редактор Алексей Пономарев, продюсер Лиза Марантиди, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и мы, Максим Калинин и Филипп Зитков. Ставьте нам оценки в приложении, где вы слушаете подкасты, так о сирийских мудрецах смогут узнать еще больше слушателей. А удобнее всего наши подкасты, лекции и другие аудиоматериалы слушать в мобильном приложении «Радио Армурс».